Отлетаем в Буэнос-Айрес. Это Игорь. Мы уже прошли таможню, прошли паспортный контроль, попили пиво, отдыхаем. Вот это Игорь. Вот это Катя. Катя, смотри туда. А вот это Таня, Танечка. А я Алексей, я снимаю. Через час мы будем отлетать. А Игорь, это Игорь? Игоря снял, да. Вот Игорь. Это самый главный. Самый главный. Все здесь самые главные. Ну как тут? Девушки тут хорошие. Я снимаю. Вот мы и отлетаем. Таня, повернись. Прид отлетом. Самолет, его 86. Через пять минут отлет. Строй не радостный. Ты скажи, скажи. Да, замечательное настроение. Вот, Таня. Двадцать четыре часа впереди. Вот наш Игорь. И двадцать четыре часа. Кошечка сидит. Таня, ну скажи, чего он здесь. Давайте сиди, скажи. Я лучший спать, как ты меня отвлекаешь. Что ты? Вон испанность. А, очень приятно. Сейчас мы будем изучать испанский. Все вместе. Люди с пролетим, все будем знать. Мы приближаемся к острову Сал. 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 Острова Зеленого Польса. Всего десять часов перелета. Пол пути уже пройдено. Это сидит Алексей. Осталось еще два часа. Пол пути, да. Совсем чуть-чуть. Да, да. А мы еще не спали. Это наш самолет. Мы на острове Сал. А где наши дамы? Это они. Вот, вот, вот. Вот прямо. В кадре. Это идут коренные островитянки. Полчаса назад вы пересекли экватор. Происходит торжественное вручение наградных знаков и специальных грамот в пиццу пересекшему экватор. Пожалуйста, я займусь сюда. Пожалуйста, спасибо. Вручение грамоты Алексею. Пожалуйста, поздравляю вас с выстречением экватора. Спасибо большое. Спасибо большое. Что мы пьем? А ты делаешь, где из маски звучали? Надо сделать. Катя. А? Скажи что-нибудь по из маски. А? А? Китай. Китай. Меликолепно. Выучил язык. Что? Выучил язык. Какой учил? Окей. Это так. Это такая она. Это она. Это она. Это она. Это она. Это она. Сейчас, я тебя спрашиваю. Что? Ты мне ответишь. А что ты спрашиваешь? Я спрашиваю в этом публике. Это, как дела? Да, да. Девушки отдыхают 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 Интервью? Интервью. Прибывших русских. Как в Питере. А ты что скажешь? Таня, скажи. Замечательно. Что-нибудь из вас? Да, то же самое. Как? Гедановитто. Гедановитто. Больше ничего не помню. Работы нет, конечно. Нас остановили. Видимо, из аэропорта. Я секретарем сижу. С бумагами оформляю. Бумаги оформляю в институте йоги. А что за институт йоги? Ну, меня не надо. Это наш новый друг в Светлане. Это институт, знаете, Индра Деви. Он, конечно, очень удивился. Говорит, что ты здесь делаешь. Я кто-то с сыном приехала. Визу не получила в Америку для сына. Вот. И он меня познакомил с профессором университета. Она английский преподает. И репортер Мария такая. Канва. Ну, а там меня познакомила с в Аташи. Люди такие. Ну, конечно, когда их не трогаешь. Да, да. Ну, народ очень такой культурный. Тут, когда бывает иногда... Тут была дорога сломана, жилетная. Вот. И было очень много народа в поезде. У нас там, когда давка, все ругаются. А здесь я смотрю, смеются, улыбаются. Там, разрешите, пропустите. Там одного придавили. Он говорит, товарищи. Я говорю, я не хочу умирать. Я еще молодой, говорит. Ну, типа этого. Все едут с шутками прибалутками. Очень культурный народ. Водители очень культурные. Пропускают эти. Да, женщины вообще боятся. Когда женщины в автомобиле. Чего, Тань? Ты каждый день работаешь? Я шесть дней работаю. Ну, по полдня. А Вадик доволен? Работает. Он доволен? Он? Ну, ты знаешь, он хочет с автомобилями работать. Это же его специальность. Вот. А он работает у одного русского фабриканта, на бумажной фабрике. У того работало четыре человека. А когда я познакомилась с Луизом, это папа его секретарша. Ну, видел моего сына и говорит. 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 Ваш мальчик будет со мной работать. Он не работает? Я говорю. Да. Он остался им так доволен, что... Вон, сейчас Вадик один работает. Кстати, волосы покрасили. Сейчас ты не приехал и не подружила с тобой. Ты не говоришь, как было? Ты теперь не поймаешь? Что это? Там эта женщина, она сдает дом. Он... Сейчас это возможно сделать? Возможно. Сейчас. Вот и сделаем. Возможно, вполне. Она... Моя хозяйка разговаривала с ней. Я же уже давно готовлюсь к вашему приезду. Света. Да. Слушай, теперь. Знаешь, что сделать? Сейчас. Можем, скажем, развернуть сюда и уедать? Нет. Нужно их встретить. Это само собой. Нет. То есть мы можем там что-нибудь перебирать? Во-первых, Луиз делает мои документы. Начнем с этого. Я понимаю, что, на конце концов, он скажет, что я хочу жить там, где ты. Ну, это правильно. Очень логично. В отношении тебя, разумеется. А в отношении вот ребят, мы, значит, ну, надо сказать, что это вам дорого. Нет. Ну, мы скажем, что мы хотим тоже рядом с тобой, с вами жить. Хорошо. Хорошо. Скажи, ладно, нам втроем придется спать с Катей. А тебя мы уже не знаем куда развести. Нет. Да. А этот дом через дорогу, а? Ну, вот мы там втроем. Да. Очень хорошие люди, немцы, кстати. Ну, так это вообще. Очень поряд... Они очень у светов. Ну, это вообще. Да. Кстати, говорят, Даня, немцы, они... Ну, светов все. Да. Да. Они очень... Наши 250, за дом они с нас берут. Ну, там, правда, одна столовая, одна спальня, кухня и душ. Это очень дешево. Очень дешево. Очень дешево. А немцев много здесь, говоришь? Немцев очень много. Хорошо. Немцев очень много. А почему же они уезжают? Да. А многие наших хозяев уехали во время во bênёй, а очень много уехал от войны. Да, волна. Они так здесь остались. Волна, да? В основном послевоенная вовремя вот эта вовремя. Недобитые. Да? Недобитые жили 정확 whoго жили? Они не воевали даже. Нет, наоборот. Те, которые не хотели воевать. Они не хотели воевать. Ну, наверное, в защите те, которые не хотели, а потом, наверное, те, которые убранили. Ну, после войны я не видела, которые во время войны утрали. Да вы не можете зайти, я говорю, могу, конечно. что завтра приехала он значит взял мой паспорт переписал все данные мои моего сына потом говорит ну как он тут живется знаете были очень плохо у меня нет документов у меня нет работы вы без языка тут ни бы не вы по-испански ни одного слова вообще он говорит вы опять собираетесь в аэропорт встречать кого-то я грудь это почему у меня спрашиваете а почему вы меня обманывать я знаю что вы ездите в аэропорт за тысячу долларов встречать кого-то и размещать у меня так челюсти ответ в общем все мы ужасные оказались я больше к этому послу конечно не совалась я начала говорить ты понимаешь там сначала меня пригласил вадимина комната я так поняла что может быть нужно было что-то там дать но мне нечего потом я не даю когда нет что я больше не хотела я потом сама все конечно нашла к тебе не приходили больше кто риск а потом я оказалась ужасно плохая что я устроила мы в одной комнате с сыном жили за 240 долларов они в одной комнате вчетвером они в одной квартире я квартиру нашла воды 400 долларов потом я оказалась виновата в то же им нашла дорогую комнату хотя есть более дешевые места а в одном они переехали узнали от других там русских я не знала вернее я знала существует такой сумасшедший дом это для русских ну вот и там живут по дешевке все русские там один холодильник на весь этаж там одна кухня на весь этаж летние там и все такое ну в общем все русское ну короче ну не чисто русская конечно вот так когда собираются со всех этих окраин союза но эти что они скажут что они русские которые лариса и компания какие вот это которые они что а из казахстана нет я тут встречала вот из петербурга я встречаю я знаю двух девочек они очень интеллигентные такие очень вообще я потеряла их адрес совершенно случайно встретились вот в магазине где меха продаются мехов полно это центр мы приехали уже это уже центр фантастика кабинет привода на которой я работаю только немножко дальше я-то работаю в городе сколько добираешься на работу ну где-то час-час пятнадцать ну дорога приятная я изучаю испанский все время по дороге кто разговаривает с кем ведь вечно мужики просто ну а нет тут море их тут очень мало в лотинок только все ну я стою только задушку съезжу мне понравилось все немцев полно немцев полно не ну мужики ужасные наши конечно руки интеллигентные нам да и то ты знаешь я все сына посылаю там один какой-нибудь там привязываются я все посылаю говорит Вадик там один меня ждет скажи что я уехала с моим мужем там куда-то меня Вадик теперь это с тобой пугает как что-нибудь не так что-нибудь не куплю и он говорит маму следующему твоему поклоннику я скажу все право что ты сидишь дома и не выходишь просто вот поэтому конечно с Ларисой она в отношении я ей сказала после посла я к ней приехала мы с ней встретились там на этаже я говорю Лариса я говорю ты зачем говорю вот сплетнись а я этому послу сказала я говорю вы же обещали вот наконечный сделать такой вот костюмчик у него там рубашечка или что-то там джинсы это безвыходная ситуация как ты считаешь моя ситуация безвыходная вот скажи я не считаю ты знаешь я тебе хочу сказать что я везде устраивалась но здесь я полтора месяца не могла найти конечно проблема была язык ну и сейчас работа конечно в Северной Америке я бы может быть лучше нашла то есть не может быть а точно вот как здесь будут дела говорят будет лучше после выбора ну знаешь на выборы рассчитываются да они ждут улучшения но о что у нас дома о бита 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 захожу вот тут у нас кухонька маленькая справа можно все готовить газ это я на протяжке это за мюри ну как тебе прекрасно сплошная пьезда да кстати мы так попали сегодня праздник праздник фага а расскажи праздник праздник и просто он сказал лучше драба а это Номер стоит 90 баксов в сутки. И очаровательные хозяева. Идем в гости. О, как все на конь какой-то здесь кататься. Иди вперед. Это вот наши идут. К ресторанам. Ты что-то не в фокусе. Слушай, что ты? С колючком. Какие колючки? Какие колючки? Ты только не быстро води, а медленно. Я медленно. Сейчас мы подходим к огромному дереву. Олег. Не знаю, может быть это Баба-Баба. Он, понимаешь, привыкнуть должен. Ага, понятно. Диаметр кроны где-то, мне кажется, метров. Диаметр кроны где-то, мне кажется, метров. Есть. Есть. Есть, какие-то. А вот, даже не могу. Что-то. Что-то. Чего-то. Я думаю, что надо это привезти. Привезти и посадить. Дома. Выртите. Я вот у себя на даче посажу. Я думаю, вот это выртите. Маленький Баба-Бабчик. Подойди туда к нему. Если его тысячу лет. Подождись. Как я на фоне Баба-Баба? Хорошо. Хорошо. Хороший. Вау-вау. У него уже ветки отваливаются. Приходится под портом ставить. Не знаю. Я не знаю, как это звучит по-испански просто. Я в ресторане здесь была всего два раза. Да. С детства. А вот тут вижу башню. Это мы первое время жили. На сружке туда. Ночлежка. А? Ночлежка. Да. Это, вы знаете, самая настоящая ночлежка. Ну, хозяин. Нет, у нас нет такого. В общем-то сейчас. А такси практически нет. Ага. То есть просто... Часть нет. Да. Тебе не жил, кто подвезет. Угу. Да. Называешь цену, какая тебя устраивает. Почти всегда соглашаюсь. Да. Потому что народ мало сейчас. Меньше гаранта стал ездить. Да? Правильно? Наверное. Нет? Ездят. Ну, ездят вообще-то. Ну, вообще меньше. То есть я вот так езжу. Вот. А сейчас мы зайдем в ресторанчик китайский. Почти. Китайский. Сосередание. Красное. Потому что говорят вредно пить билое вино. Вредно? Да. Слушай, Алексей, я в таком состоянии? Да ничего, я но не говорю. Мы в этом состоянии. Мы все в таком состоянии. Просто так. Мы там было уже вот. Когда нас хотят снимать, самолет воспяще. Ты понимаешь какие-то умные или есть такие, что у меня? Так что, Demokraten? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Фантастическое дерево Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас зайдем в эту киркушку Посмотрим, что там внутри Вот это, я думаю, елка Что? Сказал Сказал ключевое слово Подключено Даже не знал Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вкусно? Да Твои вкусные Это вот Баобаб опять красавец Субтитры создавал DimaTorzok Это мы около Пальмы Большая Пальма О, какая Пальма Пальма Все уходят в небо Субтитры создавал DimaTorzok Это наша комнатка Мы остановились в доме фраутруги Сейчас посмотрим, что здесь еще есть в этом доме Это наша хозяйка Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим, что здесь Поднимаемся по лесенке Сейчас познакомимся с нашим хозяином Пальма 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 Чуть не упал Пальма Дружелюбный, любезный человек Прекрасно Хорошо Пальма 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Такие товары, я так понял, престижные улечки, товары такие, пивка ищем попить. Но что-то пиво нам не попадается. Так у нас прямо. Я с ним ищем подаю. Правильно, это правильно. Куда податься, непонятно. Во все стороны. Сплошные магазинчики маленькие. Торговые ряды. Все, что хочешь. Все продается, все покупается. Здравствуйте. 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 А вы говорите по-русски? Немножко. Немножко? А откуда вы? Снимай. Хорошего предложить. Вот это около 400 долларов. Курточка стоит. Женская. Наврал, а вот это стоит 250. 250. Это 400 баксов. 350 баксов. 330. Тоже 300, да? 250. А мне ее проданы по 700. Ну, здесь, я думаю, это нормально. Нет. Техника, все же. Нет, можно... Нет, по системе. А, да, здесь другой палец. Да, здесь другой палец. Да, здесь другой палец. Сколько вот эта куртка, что ли? 250. 250. Угу. 250? 250. 250. Мажор? 220. 250. Снимаете оттуда? Да, да, да. Я снимаю. Покажи еще. Пусть он померит, а там будет здесь. Пахнет что ли? Пахнет что ли? Отчет по всему двадцать люди. С представителями стработали. Понятно. А при экспорте еще цена увеличивается. за счёт расхода. Вот это 240-190 оптовая цена. Сколько стоит это? Сколько стоит это? В магазине много шубы, но подлиннее. 3200. Оптер. Шуба, конечно, великая. Какая цена вот этого? 290 и 310. Хорошо сидит. Она десендовала. Мари, что ты говоришь? Ты говоришь, что ты говоришь? А, Антонио, что ты говоришь? А где ты говоришь? А где ты говоришь? 180-240. 180-240. А цена такая же, да? Да. Да. Цена такая же, да? Ну, это ухи Калаваджи. Очень симпатичная ухи. Мы сейчас идём смотреть шубы. Собираем. Собираем. Вот пришли магазинчик. Хозяйка армянка нас сюда привела. Совершенно случайно познакомились. Идём смотреть цены, товары. Надписи по-русски что-то реактивные. Внутри. Цена. Цена. insane. у-у-у-у-у-у Цена. Измири. Цена. 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 Цена цены. Внутри шубы от 180, полушубки от 120. Наоборот, полушубки 180. Нет, наоборот, 120. А шубы 180. Вот эта шубка 180. И на лапах леса 250, полушубочек. От 450 до 960 есть. Разные из разных провинций они растут. Аргентинские леса. От 450 до 900. Это на еноту похоже. 960 такое леса. Многие в землю? Многиеえ. Многие наши границы. Многие они элементы. Многие ہیں. Этот шубы на землю. Звучит ремонт. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok